Он девочкам не работает до восьми. Вот двадцать пионеров на стрелочке. И я вот бегаю, её встречаю. Она мне позвонила, говорит, мама, я подъезжаю туда. Вот я с фонариком бегу. О, а что делать? Мэра, говорю, нашего дорогого, вот в это время, вот в десятом часу, пускай он здесь пройдётся вместе с нами. Вера Мизинина каждый вечер пробирается в темноте с фонариком от своего дома на улице Норильская до ближайшей остановки мясокомбинат. А это почти целый километр пути. И такие ночные путешествия для местных жителей здесь регулярны. Вдоль дороги нет ни одного столба уличного освещения. Единственный источник света – фары проезжающих машин. Кроме того, из-за отсутствия тротуаров люди вынуждены идти прямо по проезжей части. Конечно, в темноте – это ещё один минус, потому что моя девушка допоздна бывает работает. Помимо того, что допоздна работает, скоро холода ударят. И в холода здесь точно не вариант ходить. А идёте прямо по проезжей части? Ну, половину пути – да. Потому что здесь ни тротуаров, ничего такого нету, как бы не огорожено ничего. Свойственник приходится. Ужас. Я еле иду, самое последнее, куда это годно. 700 метров от дома и до туда. Пенсионеры мы ходим. И так каждый день? Каждый день. Мучимся вообще. Это безобразие натуральное. С приближением зимы по утрам уже тоже становится темно. По такому пути иду и мамочки с колясками, и школьники. Причём похожая ситуация и в других районах города. А пока люди бродят в потёмках, в центре Красноярска обустраивают красивую подсветку зданий и мостов. В департаменте городского хозяйства нам рассказали, что уличным освещением занимаются не только в центре. В этом году ярче станет более чем на 20 участках по всему городу. Сейчас заключаются контракты с подрядчиками, и до нового года все работы должны быть выполнены. Когда-нибудь доберутся и до тёмного уголка на Норильской. Что касается пути от остановки до новостроек, то, соответственно, эта тропинка, эта дорожка, она есть в реестре потребностей. Но реестр потребностей в городе достаточно большой. И в этом году, по большому счёту, одна из самых больших за последнее время программ по устройству освещения. То есть сети наружного освещения, например, в прошлом году делали всего 4 улицы. Потому что это достаточно дорогостоящие работы. Впрочем, эту проблему намерены частично решить уже через месяц. Как нам сообщили в департаменте транспорта, по улице Норильской, ведущей параллельно неосвещенному участку, в ноябре запустят автобусы. Там сейчас заканчивают оборудовать остановки и определяются с маршрутом, который продлят. А значит, хоть немного, но жителям станет проще добираться до своих домов. Ярослав Цымбал, Александр Ермошенко, Енисей. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok